У нас сегодня не утро, а просто сплошная гордость за всех своих земляков. Только что мы разговаривали с Яном Сегидой, которая вернулась с золотой маски. Да, они что-то не получили, но мы уверены, что они все получат, это нормально. Ну а сейчас у нас в гостях те, кто уже вернулись с призом, с молодежной лиги России. По ее итогам, локомотив ЦИФС набрал 29 очков и стал чемпионом. Ура! Поздравляем! У нас в гостях главный тренер команды Георгий Петров и капитан Михаил Никель. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну какие-то вы прям как непобедители, какие-то грустные, как будто вас сделали прям. Рассказывайте, как это было, насколько последний соперник был сильным, если мне не изменяет память, 3-0 победили. Да. И предыдущую тоже 3-0. Да. Вам вообще там играть неинтересно? Просто не было вообще, да? Или как? В принципе, так выглядит, что не было трудностей. В итоге получился очень большой разрыв по очкам. Мы никакое сомнение не оставили о своем мастерстве, на уровне, на котором мы находимся. Последняя игра, да, была очень важна тем, что против нас мы играли против лидера... Белогорье-2. Да, Белогорье-2, лидера регулярного чемпионата. И эта игра была важна тем, что мы играли у них в гостях. Им эта игра была очень важна, потому что давала им шанс на медали. А для нас это была просто игра чести. И мы в этой игре, я думаю, что выступили как настоящие чемпионы. И выиграли убедительно. И не только эту игру, а просто целый тур, который был там в Белгороде. Ну, это результат везения какого-то? Или все-таки... Или, да. Ну, конечно, мы там эти делаем такие, как шаманы делаем специальные программы у нас. Нет, просто хорошо тренировались. Нет, это... Хорошо подготовились. Да, это очень звучит, может быть, тривиально, так скажем, или... Ничего там нового мы не выдумали. Просто работа, работа и работа. Результат плодотворной работы. Михаил, так и было? Действительно ли все, что вы наработали до этого, вы просто показали с легкостью и все? Или пришлось все-таки вырывать некоторые очки из лап соперника? Да нет, ну, в принципе, весь сезон тренировались примерно в этом ключе. Но что-то, конечно, может быть, изменили под конец. Там уделили больше внимания приему и подаче. Но мне кажется, что мы поверили, в первую очередь, в себя. Нам этот домашний тур дался крайне тяжело. Но, во всяком случае, я буду говорить от себя. Лично мне он дался очень тяжело. И после этого тура, мы когда всех победили, мы поняли, что мы действительно можем побеждать. Что для нас это не проблема. Что если мы просто сделаем максимум от себя, у нас все получится. Вот, поэтому второй финальный круг в Белгороде был уже не так тяжел, наверное, в эмоциональном плане. Вот, поэтому... Ну, в спорте без этого настроя никуда, конечно. Да. А если отойти от Белогории вообще за весь чемпионат России и молодежной лиги, какая команда была наиболее для вас серьезным соперником? Ну, не знаю... Ну, так по-честному. С кем было тяжелее всего биться? По-честному, мне... Вообще никто, да? Я наиболее всегда сильнее на Белгород. Я не знаю, почему. Хоть у них команда, как бы, достаточно молодая. Вот, но они всех выигрывали. Весь чемпионат вам казалось, что это вот цветочки, это тоже цветочки, это тоже цветочки, и сейчас будет месиво. Ну, как, не цветочки, но месиво. Я думал, что это будет как раз-таки Белгород. Да? Вот, да. Тем более, они дома играют. Да, да, да. Но оказалось, что месиво и там будет. Ни одного серьезного соперника друзья там не нашли. Слушайте, ну, ладно, после рекламы хочу задать очень интересный вопрос, что же дальше тогда, если мы уже самые сильные. Главный тренер команды «Локомотив ЦИФС» Георгий Петров и капитан Михаил Никель были у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Были. Они есть. Все, заговариваюсь. Еще раз здравствуйте. Так, то, о чем мы говорили про соперников. Оказалось, в молодежной лиге России нет никого суперсильных. Да, месиво, как сказал Михаил, это мы. Так, вопрос такой. Получается, нам больше в России играть неинтересно. Будет ли какой-то дальше... Можем ли мы выйти на какой-то международный уровень, играть в какие-то товарищеские матчи, там, не знаю, с волейболом из других стран? А, ну, как-то же надо детей стимулировать теперь. В смысле, не детей, а людей, да. Значит, нету такого на данный момент, чтобы мы вышли за пределы России. Но хотя три месяца назад проводился очень большой турнир «Окоболи», который был международным и провелся он в Санкт-Петербурге. Мы выиграли там этот турнир, но там возраст был в 2001 год. И после этого он был международным. Нам вообще на этой планете больше неинтересно. Да. И там мы получили предложение с командой Сербии, чтобы участвовали на их турнир, который проводится в Сербии. Но, к сожалению, в данный момент у нас он будет во время, когда будет и Кубок России. И это следующее место, так что мы не сможем участвовать на этих международных турнирах. Ну, я бы сказал, что нам в России достаточно. Ну, как достаточно, ребятам уже скоро скучно будет, они 3-0, все игры выигрывают. С кем? И мы самим с собой скоро играть только будет интересно. И это и смысл, что сейчас, когда уже мы подняли достаточно высокий уровень, и там уже играть и отстаивать то, что мы достигли, это тоже не легко. Да? Ну, ладно. Надеюсь, что вам будет к чему стремиться. А есть ли какая-то статистика, кто лучшие игроки в команде по итогам чемпионата? Кто лучший из лучших в Локомотив ЦИФС внутри команды? В принципе, у нас есть статистика, которая регулярная, и выходит очень подробная статистика о целом чемпионате. Последние данные какие? Последние данные великолепные. Ну, это бы я не сомневалась, конечно. Действительно, я просто посмотрел только часть из них. Меня дают статистику на всех команд, кроме нашей. И я делаю разбор и сравняю цифры. Значит, у нас по итогу, как атака была просто замечательная процент. Ты, как на целом туре. И это мне очень так понравилось. Кто у нас атакующий в команде? Мы хотим знать имена героев. Имя у нас новых героев. Да, я никогда не ставлю... Никого не будем выделять, да? Все? Нет, одного выделим. Здесь этот, который ближе у меня, с правой стороны. Капитан команды Михаил Никель. Да, ну, я действительно считаю, что волейбол это коллективность. Ну, конечно, один бы он никого не выиграл, мы это понимаем. Но Михаил здесь взял на себя ответственность. И самые тяжелые и главные игры, которые он просто был настоящим лидером и капитаном этой команды. Михаил, давно волейболом занимаешься? Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет. Был опыт с другим спортом каким-то? Или изначально было стремление к волейболу? Мы переехали всей семьей в Новосибирск. Я пошел в четвертый класс. Сколько там мне было? Хочу считать. Сколько лет? Это для вас. Лет 20 важно, да. У меня брат всегда. Жили мы раньше в Балтайском крае, рабочий поселок. Всегда занимался спортом, легкотлетикой. Я всегда с ним, хоть я маленький был, всегда с ним ходил. Он меня еще с детства прививал спортом заниматься. Пробовал все понемножку? Да, пробовал все понемножку. Вот когда в город переехали, я первое время ничем занимался. И потом родители сказали, мол, давай хватит летяничать. Я пошел на футбол. Целый год занимался. В принципе, были тоже успехи. Стал основным защитником. Я всегда быстро бегал, поэтому у меня как-то получалось неплохо играть в футбол. Потом я сломал как-то пятку. И не занимался, да, сколько я не знаю. Как ты сломал? Я качался на качеле с другом. Понятно. Не на тренировке вообще. Ну и поскольку многие не могли участвовать, да, взяли мяч в руки. Ну, сколько месяца, наверное, полтора-два не занимался. Вот. И потом как-то восстановился. И что-то я не помню. Почему-то я дальше и не дошел. Вот. Как-то забросил это все дело. И затем мне учитель физкультуры подсказал... Пятка поднывала немножко. Да, учитель физкультуры подсказал, что в принципе у меня рост нормальный. Ну, я не был слишком высокий, но средний такой достаточно рост был. Вот. И я неплохо прыгал. Ну, в классе там я всегда выше всех прыгал. Дальше и так далее. Все эти показатели сложили и... Да, да, да. И он сказал, попробуй. У нас как раз тогда в школе, по школам ходил и занимался тренер волейбольный. Я вот у него как раз начал заниматься. Банов Сергей Николаевич. Вот. Там-то в первый раз я пришел к нему. И теперь у вас какие мысли на будущее, Михаил? Вы собираетесь в локомотив взрослый? В основной состав. Или как-то со временем уйдете в какую-то другую профессию? Неспортивную, может быть. Нет? Ну, сейчас я об этом не могу пока сказать, потому что я не знаю. Нет. Но есть какая-то картинка идеальная в голове? Что вы хотите от своего будущего? Ну, конечно, я хочу стать профессиональным. Волейбол. Профессиональным волейболистом, конечно. Играть в величайших клубах. В стадии Немос Великих. А, в величайших клубах. И я думаю, это... Понятно. Каждая в этом мечтает. Кто-то из молодых попадает в локомотив в основную команду? На данный момент уровень, который в локомотиве в суперлиге, очень высокий. Я думаю, что эти игроки, которые сейчас здесь, они могут попасть. Но это уже политика самого клуба насчет будущего. У нас был вариант такой, который мы отправляли людей в Болгарию, чтобы там набирали опыта и потом возвращались. Так что, может быть, это тоже будет часть программы. И возвращались уже в локомотив, да? Да, возвращаются. Сейчас они уже намного добавили опыта, потому что вот этот уровень молодежная, мужская команда, он там немножко такой... Но у них есть шанс попасть в локомотив именно. Да, значит, мое задание личное, чтобы сделать из них игроков, которые могут играть везде, на самом высоком уровне. Я думаю, что уже они дали заявку на это, и уже в дальнейшем зависит от стечения факторов, ну и, конечно, от самих игроков. Ближайшие планы – это Кубок России, правильно я понял? Ближайшие планы – выиграть все. Понятно. Спасибо. У нас есть, ну, там, такое слово, то, что какой самый важный матч, который у вас будет. Все важно. И это самое главное – это следующий. Просто прошел один, уже не имеет значения, кто-либо не был, следующий матч всегда самый главный. Это правильная политика, только так можно добиваться побед. Спасибо большое. Это еще не все. Это было в городе Яровое, у нас тогда сборы были, я не знаю, мы были в шестом, наверное, в седьмом классе. Мы приехали, тогда был праздник День ВДВ, но суть не в этом, мы приехали туда. И, как все, я не знаю, может быть, многие в этом возрасте решили немного с ребятами выпить по баночке пива. Мы только как приехали оттуда, с автобуса вышли, купили. Это тоже целая проблема была. И было еще светло, я не знаю, сколько это было, может, в шесть-семь. То есть мы вышли, идем по тротуару, и, как бывает в лучших традициях, я не знаю, фирмов, идет тренер. Все увидели, успели это выкинуть уже. Да я, как дурачок, стоял, я по сторонам смотрел, а так никого не увидел. Тренер Боислав Лопатин у нас был, вот, у него потом занимались. И вот он меня увидел. Пришлось отдуваться за всю команду. Потом мы полночи бегали, я помню, на стадионе. Вот, эта история учит вас, не злоупотребляйте, друзья. Мы предупреждаем. Спасибо большое, у нас в гостях был главный тренер команды Георгий Петров и капитан Михаил Никит. Спасибо. Спасибо, спасибо, и удачи. С новой победой. Спасибо.